всем привет вы на канале готовим по черному и сегодня я хотел бы вам показать как готовить картофель по-деревенски будем его жарить на чугунной сковороде мытой молодой картофель мы сейчас будем нарезать ломтиками ну либо другой произвольной формы как вам больше нравится чистить от шкурки не обязательно молодой картофель и так хорошо кушается будет прям как ресторанная подача это очень быстро и просто вот так вот нарезаем важный момент все кусочки должны быть примерно одинаково размера чтобы не было такое что какие-то куски вы пережарили а какие-то будет не даже не готовится такой картофель достаточно быстро я сейчас покажу один способ чтобы было все красиво красивой корочкой чтобы похрустывала так уж и быть поделюсь с вами одним хорошим лайфхаком как сделать корочку хрустящей и однородно золотистой надо забланшировать наш картофель либо чуть-чуть окунуть в кипящую воду это подойдет не только для картофель по-деревенски также для картошки free либо любой другой нарезки чем мельче нарезка тем быстрее она от кипятка прогреется поэтому я наш картофель по-деревенски опущу буквально три минуты на больше не надо либо можете если мелко нарезка у вас просто облить кипятком сейчас покажу как это делается все наша вода закипела ну я конечно делаю это сковородки потому что делаю на природе вы можете сделать это просто в кастрюле дом это намного удобней вот так вот закидываем кипящую воду и примерно по времени посмотрю что прошло три минутки после этого откидываем на сито и просушиваем желательно полотенчиком я сомневаюсь что у вас тяжелые чугунные скоротки также как у меня лучше хорошенько просушить и после уже жарить так мы закинули и так готовим 3 минуты не ждем пока закипит и 3 минуты сразу закинули 3 минуты не больше а то вы сварите и за это время и достаточно немножко прогреться так прожарка будет лучше все мои три минуты прошли теперь я откидываю картофель на сито ставлю скорую обратно лью масло будет как раз пока она будет прогреваться моя картошечка подсохнет немножко и я буду ее жарить все наши сковорода прогрета масло горячая и достаточно подсохла пора вносить и жарить да мы можем и не мешаем некоторое время а какой звук красота начинаем перемешивать когда слишком сильный жар у нас шипение успокоится значит сковородочка нас чуть подостыла вся вода испарилась значит может переворачивать чтобы нас было приятно корочка хрустящего для чего это делать вот наш картофель уже хорошо обжарился ему осталось буквально чуть-чуть и можно будет заканчивать если конечно мы сейчас находились на профессиональной кухне мы бы отправили духовой шкаф обычно так провара доводит его до готовности но мы с вами так делать не будем мы доведем до готовности на сковороде также после того как приготовиться я посолю солить картофель необходимо в самом конце иначе у нас будет не хрустящая картошка или картофель у нас все это может превратиться в кашу соль будет разлагать самую плотную структуру дольки нашей и также по этой же причине мы не используем лук если вы хотите жареный картофель с луком луком стоит пожарить отдельно а в конце уже соединить все наша картошечка готова мы пожарили теперь пора ее снимать а то она у нас горит это у нас не духовой шкаф где мы таких огрехов не поймаем все может был конечно пожарить более маленькой партии так она была бы более равномерная но я решил масштабом взять тоже много будет едоков и на лишь бы наша досочка не подгорела тоже очень важный момент сейчас я клань переструю в уголочек вот так пускай пока постоит и сейчас очень стоит нам посолить нашу картошечку все вот теперь мы солим она как разность тепленькая будет достаточная дома вот так и немножко перемешаем а уже порциону можно поперчить либо добавить лук так будет правильно какая поджаристая картошечка все мой картофель готов я пошел его дегустировать если вы тоже хотите такую вкусняшку попробовать напишите в комментарии если что-то непонятно более развернуто могу вам рассказать ну и что на этом все ставьте лайк кликайте колокольчик и до новых встреч пока удачи